МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прости за ужасный поступок. Солдат-срочник из Белогорска пытался свести счеты с жизнью. Столовая 21 века. Помещение в лагере Гагарина модернизируют к летним сменам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холодок в пакете. В честь Всемирного дня Эскимо Благовещенской ребятни рассказали все о морозном лакомстве. Повелители валанчиков. В Благовещенске набирает популярность игра в бадминтон. В эфире информационное агентство Город. В студии Александр Воронин. Здравствуйте. В воинской части Белогорска серьезные ранения получил 18-летний призывник. Парень, приехавший служить из Челябинской области, пытался покончить с собой. Инцидент произошел 26 января. Его обнаружили на чердаке заброшенной казармы с тремя огнестрельными ранениями в голову. Рядом лежал автомат АК-74. В одежде рядового нашли предсмертную записку с обращением к матери, где он пишет «Прости меня за этот ужасный поступок». Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами начата проверка обстоятельств и причин произошедшего. В настоящее время солдат находится в военном медучреждении. Его состояние крайне тяжелое. И к другим темам. К третьему запуску с космодрома Восточный практически все готово. Сегодня ракету-носитель «Союз» установили на стартовый стол. Осталось заправить ее топливом и в заключительный раз проверить работу всех систем. Запуск назначен на 1 февраля. Ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» стартует в 11 часов 7 минут по местному времени. Она должна вывести в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также 9 спутников попутной полезной нагрузки. Для зрителей, желающих наблюдать за пуском, будут организованы три смотровые площадки вдоль федеральной трассы «Амур». Продолжаем выпуск. В лагере имени Гагарина столовую оснастили радиаторами. С установки системы отопления начали полную модернизацию трапезной. Уже вторую неделю в ней трудится бригада рабочих. Специалисты уже заменили окна и двери, теперь приступили к стенам. Почему для их обновления не понадобится краска и какие еще изменения ждут детский лагерь, расскажет Кристина Коширина. Как театр начинается с вешалки, так столовая с кухни. Последнюю в лагере имени Гагарина ремонтировали 15 лет назад. За это время краска на стенах успела потрескаться. Больше такого не произойдет. По всему периметру уложат керамическую плитку. Один к одному рабочим предстоит уложить больше тысячи белоснежных прямоугольников. Заверяют, держаться будет полвека минимум. Правда, некоторые пользователи Инстаграм в этом усомнились. Под фото с ремонтной площадки возмутились, мол, кладут плитку прямо на краску. Завхоз Михаил Пилипосян подтверждает, удалять покрытие не стали. В этом просто нет необходимости. Стены обработали современными смесями. Есть смеси разные. Есть просто грунтовка водяной. Тот, конечно, так заносится, она как бы не будет клеиться. А то, что мы делаем, вот, пожалуйста, этот бойлерс. Там даже написано, что можно на плитку нанести и тут же клеить плитку. Он как бы дорогое удовольствие и она то, что надо. Вместе с плиткой в цехах кухни установили новые евродвери. По задумке руководства, столовая станет олицетворением, чистоты и порядком. А трапезные добавят ярких рисунков. Лагерь ведь детский. Мы тоже здесь сейчас думаем, как сделать уютный зал, чтобы были шторочки, чтобы были стены тоже достаточно красивые. Вот этот период работы мы будем делать в зимнее время. На самом деле в этом году объем работ в лагере Гагарина будет достаточно большой. В дальнейшей перспективе во всех корпусах пройдет замена окон и дверей. Такая долгожданная за последние 50 лет. Преображение в этом году ждет и главную сцену лагеря. Весной над ней соорудят крышу. И тогда любимому творческому мероприятию не будет страшна никакая непогода. Кристина Коширина, Дней Слугов, программа «Город». Зажженными свящами горожане отметили 74-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Ее отмечали 27 января. Акцию в Благовещенске организовал Центр Выбор. В памятную дату его волонтеры также навестили благовещенцев, переживших блокаду в городе на Неве. Вместе с ними, с одним из блокадников, Валентином Бурловым, встретилась и наша съемочная группа. На столе 96-летнего Валентина Павловича горячий чай и даже сладкое. Но ценнее для блокадника хлеб. 75 лет назад в осажденном Ленинграде именно кусочек в 125 граммов был последней возможностью выжить. Чтобы растянуть хлеб на сутки, прятал его в спичечный коробок. Откроешь коробочку, вытянешь, кусочек такой хлеба возьмешь, возьмешь в рот, но сразу не ешь, а только стараешься его задержать во рту. Вот постепенно, постепенно, значит, вот этот хлеб так вот доедали. Война достала Валентина Бурлова 19-летним студентом. В 40-м Благовещенец уехал в город на Неве учиться. На фронт не взяли из-за болезни. Поэтому все три года блокады выживал в ленинградском студгородке. Вспоминают бомбежки, как ели крыс и домашних животных. Но блокада не сломила его, как и тысячи других жителей Ленинграда, а только закалила. Уже в 45-м это сыграло свою роль. Тут началась война с японцами. И вот он стреляет, я помню, вот это, летит там и пули летят. А он сидит, мама ему говорит, да что ж ты там сидишь, он говорит, да я не такое пережил. 75-й годовщиной прорыва блокады поздравили Валентина Павловича волонтеры. Они каждый год навещают блокадников и не перестают удивляться их стойкости и героизму. Виктория Радченко впечатлилась историей, которой поделилась с ней одна из переживших блокаду женщин. Она была ещё маленькой девочкой, и она собирала в погребе просыпанную когда-то там лет пять назад крупу, и там с камнями, с мусором, и они варили кашу. Из таких рассказов складывается правда о той войне, её ужасах и героизме народа, одержавшего победу над фашизмом, отстоявшего родину. И с каждым годом ценность этих рассказов только растёт, ведь живых свидетелей тех дней всё меньше. Благовещенских блокадников осталось только девять. Любовь Чаприна, Дмитрий Тарасов, программа «Город». 2 февраля Благовещенск присоединится к всероссийскому историческому квесту. В этот раз горожанам предложат пройти по следам участников Сталинградской битвы в роли журналистов. Пройти квест, он, кстати, состоится в здании областного краеведческого музея. Организаторы приглашают команды по пять человек в возрасте от 18 до 30 лет и обязательно знающих историю Великой Отечественной войны. Подать заявки на участие важно до полудня 31 января на электронную почту, которая сейчас на экране. В Центре эстетического воспитания имени Белоглазова прошло мероприятие, посвящённое началу десятилетия детства в России. В нём приняли участие около 130 благовещенских семей. Посетила его и мэр города Валентина Калита. Главным лейтмотивом встречи стали поддержка семьи и защита детства. И я абсолютно уверена, что те проекты и программы, которые сегодня уже запущены на уровне правительства Российской Федерации, позволят нам в городе Благовещенске построить новые школы. И мы это уже начали. Построить новые физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы об этом сегодня думаем и планируем. Для участников встречи был дан концерт. В нём приняли участие хореографический ансамбль «Ровесники» и цирковая студия «Левентина». Напомним, что десятилетие детства в России объявлено с января 2018 года решением президента Владимира Путина. Новая стратегия реализуется в интересах детей и включает в себя в том числе социальные выплаты родителям за первенца до достижения ребёнком полутора лет. Они будут адресными. Средняя сумма составит 10,5 тысяч рублей. «Город моей мечты» и конкурс детских рисунков с таким названием проходит в Благовещенске. Его организатором выступило Управление культуры города. В эти выходные он стартовал в художественной школе. Поучаствовать в конкурсе могут дети в возрасте от 7 до 16 лет. Его участникам предлагается изобразить сквер, площадь или другой район города своей мечты таким, как они его видят. В данный момент сейчас самые маленькие участники нашей школы, так называемой изостудии, они проектируют аквапарк на территории, где сейчас в микрорайоне у нас парк дружбы. Предлагается сделать различные необычные объекты, плавучие кафе, возможно какие-то разноцветные фонтаны, как они там напридумывали. Конкурс продлится до 2 февраля. Торжественное награждение победителей города моей мечты пройдет в стенах общественно-культурного центра. Отметим, что конкурс проходит в рамках проекта по благоустройству общественных территорий Благовещенска. Их преображение намечено в рамках целевой программы «Формирование комфортной городской среды», которую своим решением президент Владимир Путин продлил до 2025 года. Парадокс. Среди самой холодной недели зимы в Амурском краеведческом музее отметили Всемирный день «Эскимо». Сладкий праздник организовали для воспитанников Благовещенского дома-интерната. Вкусно и интересно, и совсем не холодно было не только детям, но и нашей съемочной группе. Это вот такая деревянная юркость, в которой изготавливали морожен. Деревянный миксер для мороженого из Древней Руси. Вот более легкий, ручной вариант советский. У каждой эпохи свой инструмент, говорит экскурсовод. Неоспоримо одно – взбивать молоко с сахаром и замораживать смесь люди начали с древних времен. Это были соки замороженные, самодельные какие-то мороженые. Это и, я говорила, римский император Нерон уже изготавливал себе самостоятельное лакомство. И, в общем-то, Александр Македонский, у которого выпадала свободная минутка во время побычи, он обязательно не упускал возможности полакомиться вот такими сладостями. 97 лет назад, 24 января, американский кондитер Кристиан Нельсон облил брикет мороженого шоколадом и запатентовал продукт – эскимосский пирог. В народе это лакомство назвали просто эскимо. В январе в Америке тепло, а у нас морозы. То, что в этот день весь мир празднует день рождения эскимо, впервые узнали многие, в том числе и старший воспитатель детского дома Любовь Васильевна. Рады, что нас пригласили на этот праздник. Во-первых, необычно. Даже девочки сидят, удивленные, глазки выпучили такие. Что такое правда праздник? Если вы девочки, я узнала сегодня вместе с вами. Поэтому праздник, значит, есть. Завершение интерактивной экскурсии стало вкусным. Ребятам раздали эскимо, чем, несомненно, порадовали. Впрочем, для экскурсантов такая встреча прошла на пользу не только в гастрономическом плане, но и в интеллектуальном. То, что витамины есть. Ммм, какие витамины? Молоко. А, витамины это А, Б, С. Праздником мороженого музей открыл цикл мероприятий нового проекта «Один день в году». В его рамках в музее будут проводиться необычные тематические дни. 2 апреля день детской книги, 20 мая день джинсов. 11 июля день шоколада. 20 августа день лимонада. И 15 декабря день чая. Анастасия Афанасьева, Андрей Белый, программа «Город». Теперь пятиминутка спортивных новостей. В Благовещенске состоялся десятый по счету снежный бал. Традиционный турнир по танцевальному спорту прошел в ДК профсоюзов и собрал порядка 170 участников от 6 до 18 лет из семи танцевальных клубов Благовещенска, Белогорска и Свободного. О современных бальных танцах могла бы спеть Мария Пахоменко. Только здесь на 10 девчонок по статистике двое ребят. Это большая проблема, делятся организаторы турнира. Здесь от родителей многое зависит, потому что родители иногда думают, лучше я там отдам на борьбу, на бокс, чем на бальные танцы. Хотя спортивные бальные танцы – это такой спорт, в котором ребята также и закаливаются, и принимают, и получают спортивные разряды. Еще здесь представители сильной половины человечества учатся правильно общаться с прекрасной его половиной. Но это на занятиях. В турнире же пришлось танцевать в основном по одиночке, то есть соло. Для зрителей и жюри участники демонстрировали медленный вальс, чачача, фокстрот. Следующим этапом для победителей турнира станут дальневосточные соревнования. Участника турнира по ушу Саньда вынесли с ринга на руках. В минувшую субботу один из первых поединков Кубка Азии закончился тяжелым нокаутом. От удара соперника в синем приморец Фарид Утигалеев рухнул с высоты собственного роста. На несколько минут потерял сознание. Дальнейшей судьбой спортсмена занялись медики. Автором нокаута стал сибиряк Денис Игнатов. В финальном супербое между гостем из Иркутска и Амурчанином победу одержал второй – Заур Надыров. Всего в турнире Кубка Азии было 8 рейтинговых боев. Их победители продолжат борьбу уже на всероссийском этапе Кубка. В два раза больше участников, чем в прошлом году, собрал чемпионат и первенство Благовещенска по бадминтону Амурский Валан-2018. Более 50 спортсменов от мала до велика со всего Дальнего Востока встретились на кортах спорткомплекса «Юность». Соревнования стали разминкой перед главными боями – чемпионатом области и играми в Китае. Подробнее в сюжете. Мощному удару хрупкой девушки позавидует ни один парень. Виктория Нестеренко уже третий год играет в бадминтон. Чемпионка области прошлого года в этот раз в число призеров не вошла. В проигрыше не винит ни ракетку, ни противника, ни удачу. Все зависит только от тебя, от того, как ты будешь бороться. Вот и все. Я к каждому сопернику отношусь уважительно. Уважаю его, если там есть такие розыгрыши. Ну, Валан задел сетку. То есть я стараюсь поднять руку, это у нас в бадминтоне означает «извини». То есть я не случайная, как бы так получилось. Более 50 человек собрал в этот раз Амурский Валан. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Игроки со всего Дальнего Востока, от опытных до новичков. К последним себя причисляет Александр Цыпко. Панковский работник взял в руки ракетку полгода назад. На соревнования, говорит, пришел проверить себя и потренировать мозг. Умение быстро думать и правильно принимать решения в ответственный момент. То есть вопрос психологии здесь и тактического мышления, он во многом даже превалирует над тем, как двигаются ноги, руки. Игрок побежал в одну сторону, ты должен его обмануть, естественно. Ну и когда он тебя обманывает, ты должен его перехитрить. Чемпионат и первенство области Амурский Валан-2018 прошли за три дня. Федерации области по большому теннису и бадминтону говорят, впереди у спортсменов ответственные соревнования, в том числе и международные. Сформированная уже команда, которая будет выступать на чемпионате Амурской области в апреле и на международных соревнованиях в городе Хайхэ, которые будут на призы провинции Айгун. Нас приглашают в третий раз, третий год будет. И количество участников больше 450 съезжается. В международных играх у амурчан побед пока немного, но радует детская команда. Три года назад в Хайхэ она вошла в число призеров. В этом году молодежка вновь надеется на медали в Китае. Работа проведена большая. Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город». Рекордным числом участников отличился и областной кубок по хоккею среди детских команд «Золотая шайба». 180 амурских спортсменов, что в три раза больше, чем в прошлом году, собрались на стадионе «Спартак». Одержав победу над хоккеистами из Свободненского союза, золото забрал благовещенский форвард. Призеров и лучших игроков наградили медалями, грамотами и книгами «Когда я вырасту, я стану хоккеистом». Победителей ждет следующее испытание – всероссийский этап «Золотой шайбы». Финал пройдет в апреле в Дмитрове Московской области. Он соберет на ледовой площадке детей до 10 лет со всей России. Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин